Всем привет дорогие зрители, с вами Джофф и сегодня перед вами вторая часть моего обзора по АТ-15, британской ПТ-САУ 8 уровня. В первой части мы обсудили характеристики, экипаж, оборудование, плюс я вам показал бой, в котором я находился в окружении противников и тащил в одиночку. Сегодня я хочу поговорить о кардинально другом, о взводной игре. Вам это может показаться странным, но такая медленная и очень уязвимая в этом плане ПТ-САУ тоже требует хорошей поддержки, если вы играете с кем-то во взводе. Если вы играете на медленный ПТ-САУ, на такой как АТ-15, АТ-8, АТ-7, АТ-5, ну или любая другая немецкая ПТ-САУ, которая тоже там не обладает хорошими динамическими характеристиками, то вам нужна, ребята, поддержка, потому что именно ваша медлительность, ваша плохая маневренность это ваш самый большой минус. Сегодня, ребята, я хочу вам показать два фрагмента. Первый фрагмент это будет взводная игра с моим хорошим другом Сережей Вспышкой, где мы отлично затащили вдвоем и смогли противостоять более таким серьезным силам противника. Ну, а второй фрагмент будет состоять из двух частей и он вам расскажет точнее о том, как я тащил опять же против своих противников, но уже без взвода. И мне помогали только обычные рандомные игроки, с которыми я скооперировался и мы вместе всех нагнули. Итак, это карта порт. Как вы видите, мы с Сережей в топе. Сережа на ИС-6. Конечно, танчик не с самым хорошим орудием, но при этом у него есть голда, так что для него это все ок. С другой стороны, Сережа обладает неплохой динамикой и у него есть хорошая броня. Что же из себя представляю я? Я на Т-15 на медленный ПТ-САУ с неплохой броней и просто с прекрасной пушкой, которая есть офигенная стабилизация, офигенная точность и просто дикий ДПМ. От этого мы и будем играть. Сережа будет меня саппортить и прикрывать, а я буду наносить урон, танковать, ну и все такое. Итак, как вы видите, основные силы наших противников стоят на линии 2-3-4. Мы же с Сережей давим потихоньку тут. Сейчас, ребята, я использую самые главные стороны своей ПТ-САУ, ее точность и броню. При этом стараюсь как-то нивелировать ее медлительность и то, что у нее все-таки картонные борта. Вы видите, что они абсолютно без наклонов и, понятное дело, что любой более-менее скилловый противник может их пробить. Плюс у врагов все-таки есть одна артиллерия, поэтому я не спешу куда-то выкатываться. А Т-15, ребята, это ПТ-САУ, так же, как, например, и Тортила, это ПТ-САУ хорошей позиции. То есть, если вы заняли хорошую позицию, то вы на коне. Но если вы пытаетесь, допустим, как Млешка-48 выкатываться вперед, там, играть от Альфы, ну, это все для вас закончится весьма печально. Вот я, ребята, забираюсь наверх. Как видите, я постоянно поглядываю направо. Вот я вижу, что вражескую артиллерию уже убили. Можно немножечко чувствовать себя более спокойно. И я выкатываюсь на вражескую ВК. На вражескую ВК. Первым дамагом сажу его на гуслю. И тут, ребята, кроется еще один плюс, это Т-15. Это то, что вы можете держать вражеский танк на гусле, если у него не прокачан ремонт или нету ремонтного ящика. Счет 8-8. Но вы видите, что на первой, второй, третьей линии вражеские силы додавливают наших союзников. И все это может закончиться для нас очень печально с Сережей. Поэтому мне вспышка говорит, что Косте надо ехать туда. Я его всячески в этом поддерживаю. Почему мы, ребята, так делаем? Потому что нам надо всячески, скажем так, обезопасить этот фланг. Вот. Если мы будем гоняться за быстрыми целями, потому что Т-71 для нас это быстрая цель. Если мы сейчас поедем туда, нас просто окружат, заберут базу и все. Сережа танкует. Я еду за ним. Конечно, ребята, динамика у меня очень печальная. Но у меня есть ДПМ и броня. Артиллерии уже в этом бою нет. Так что я могу спокойно себя чувствовать на холмах и вполне неплохо дамажить. Плюс, ребята, если вы вдруг не знали, у АТ-15 есть еще один серьезный плюс. Это отличные углы вертикальной наводки. Вы, наверное, сами сейчас видите, как отлично пушка опускается вниз. Вот как она опускается вниз. И это значит, что из-за холмов можно очень-очень приятно играть. Тройка отвлекается куда-то налево. Мы продолжаем давить и дамажить, потому что в данной ситуации мы понимаем, что вот Т-58 уехал за нашей артиллерией, убивает нашу артиллерию. И мы понимаем, что сейчас он зайдет к нам в бочину, поэтому наша задача фикс, наша задача икс в данной ситуации быстро выпилить врагов. Максимально добить тех подранков, которых для нас оставили наши союзники. Раздамажу КВ-5, быстренько сразу же еду за ИС-3. Вот Сережа едет налево, и вы видите, что он меня едет прикрывать налево. Да, он сейчас будет отхватывать, он будет отхватывать от Т-71, он будет отхватывать от ИС-6, и вы видите, что Т-71 его раздамаживает. Вот, садит на гуслю, Сережа чинится и едет добивать 58-ку. Он делает все правильно, несмотря на то, что он теряет кучу ХП, он не дает 58-ке раздамаживать нас в бочину и, скажем так, просто собой затыкает этот фланг. Тем временем я делаю минус 2, забираю ИС-3, я забираю ИС-1, который там пытался прорашить. Сережа делает покатушки анал-карнавал с тайпом 58. Я тут его сажу на гуслю и добиваю. Ну что же, ребята, мы справились, по-моему, с 5 танками противника, да, они были все подранки, но, тем не менее, мы вышли из окружения, и все сложилось для нас более-менее благополучно. Но остался еще фуловый, фуловый ИС-6 с двумя фрагами и Т-71, который, как известно, как мы уже с вами поняли, не глупый парень. Вот, тут у нас арта пишут, спасибо за мод, да не за что. Выкатывается ИС-6 и садим его на гуслю. И смотрите, ребята, сейчас мы будем реализовывать одно из главных преимуществ нашей ПТ-САУ. Это очень высокий ДПМ и очень высокая воскресострельность. В данной ситуации, когда мы садим на каток деды воевали, мы просто не даем ему ничего сделать. Вы видите, что у него не прокачан ремонт, я просто его раздамаживаю, и сейчас вы видите, что меня раздамаживает слева Т-71, но я просто катаюсь вперед-зад и не обращаю на него внимания. Почему? Потому что я знаю, что Сережа, вспышка, уже едет ко мне, он сейчас уже мне поможет, а моя задача главная тут выбить ИС-6, потому что это более опасный противник, чем Т-71. Вот, если бы я развернулся на Т-71, если бы я, скажем так, отпустил с катка ИС-6, то Т-71 просто бы убежал и я бы с ним ничего не сделал. Но я, скажем так, пожертвовал своими ХП, добил этот танчик, и сейчас нам осталось всего лишь добить этот танк и взять этот бой. Итак, что у нас по результатам боя? 1821 опыта, братья по оружию, воин и снайпер, плюс 54 тысячи денег. Что у нас по дамагу? У меня 4000, у Сережи 2700. Ну что я могу сказать, ребята, довольно неплохой бой, вы видели, что в какой-то момент Сережа правильно среагировал на расположение сил на миникарте, сказал мне по скайпу, что нам нужно двигаться на другой фланг, мы туда вернулись, сделали быстро минус-твол, пока добивали наших союзников на нашем фланге, плюс потом мы разъединились, я пошел додавливать ИС-3 и ИСа, ну а Сережа отвлек 50, Тайпа 58. За счет этого и за счет нашей грамотной взводной игры мы этот бой затащили. Ну а теперь, ребята, давайте посмотрим, как нужно действовать грамотно в координации с другими игроками, если вы играете без взвода, один в рендоме и приходится надеяться на абсолютно незнакомых вам игроков. Поехали! Итак, ребята, мы на карте Южный берег, он же Крым, я практически в топе. В данном бою мне надоело, честно говоря, ездить по миникарте, где бы то ни было, потому что АТ-15 это такой танк медлительный, что он нигде не успевает, поэтому я решил поехать по самой, наверное, опасной линии на этой карте, я решил поехать по первой линии, по пляжу. Я понимал, что мне, возможно, там никто не поможет, что меня, возможно, там запушат, но мне хотелось найти приключения на свою задницу, мне хотелось экшена и хардкора, поэтому я решил скатиться вниз и попробовать найти свое счастье именно на пляжике. И вот я еду туда, и вы видите, что со мной поехал всего лишь один танк, это Су-101. Я пишу ему, что откатывайся назад, я пытаюсь ему всячески маяковать, чтобы он один туда не лез, я понимаю, что, судя по засвету, там несколько танков, и не один, и не два, а их может быть 3, 4, 5 и больше, поэтому я в данный момент понимаю, что нам придется тут очень жестко дефить. Вы видите, что Су-101 дефится, выкатывается на него Тайп-58, я раздаю дамаг, к сожалению, он его поджимает сзади, еще раз даю дамаг, но все уходит в гуслю, Су-101 откатывается назад, я стараюсь всячески попасть, но опять же враг прячется за моим союзником, я его стараюсь всячески раздамажу, и тут выкатывается альфа-тапок, дает по мне дамаг, не пробивает, Су-101 не попадает, добивает хумель, я еду вперед, я еду вперед и стараюсь всячески помочь своему союзнику, потому что я понимаю, что если я ему этим помогу, мы этот бой проиграем. Сажу на каток суперпершинга, сажу на каток суперпершинга, он дает по мне дамаг и откатывается, выкатывается альфа-тапок, опять же, дамаг по чину, стараюсь выцелить каток, не получается. Я пишу, что нужна помощь, стараюсь прикрыть, смотрите, я стараюсь просто прикрыть своим танком своего союзника, Чтобы мы тут вдвоем выжили И мы ждем, опять выкатывается СП Опять стараюсь попасть на каток, не получается Но у меня высокая перезарядка, поэтому если он еще раз Сюда выкатится, я сразу его задамажу Опять же выкатывается альфа-тапок Дамаг в башню с вертушки, не пробиваю Пробивает мой союзник, отлично, я стараюсь Его как-то дефить, он прячется за моей спиной Почему, ребята, я его сэвлю? Я столько раз говорил, что союзники у нас полные олени Нубы и раки, и что на них не стоит обращать Но бывают ситуации, когда они попадаются Адекватные, и их надо задефить Вот, потому что если сейчас его заберут Если его бы забрали до этого, я бы ему не помог То меня бы просто тут задавили бы числом Т-34, опять на каток Смотрите, на каток опять садится, просто Спускается вниз, еще раз дамаг Опять на каток Вытанковый урон, не знаю, как мне, просто повезло Еще раз дамаг, забираем Еще Тигр П, просто выкатывается наверх Опять же, на каток садим его Просто его тут держим, я знаю, что хумель всегда сведен Я знаю, что сейчас будет дамаг После этого в лючок Стараюсь своим телом закрывать СУ-101 Вы видите, что все это время я стою перед СУ-101 Извиняюсь, а он за мной И я пытаюсь его прикрыть Но, к сожалению, Альфа-Тапок мерзкий пацан Его выцеливает И печалька, просто печалька Добиваем тут КВ-13 КВ-13 добиваем Я выцеливаю лючок у Альфа-Тапка К сожалению, не пробиваю Там проходит рикошет по башне И все Вот такой вот небольшой замес В котором Я считаю, что я среагировал правильно Я не бросил своего союзника Я его прикрыл И именно то, что я его прикрыл Помогло мне задефить этот фланг Ну и, конечно, спасибо хумелю Он там несколько раз очень жестко накинул Считаем танки Просто считаем танки Мы оставили тут одного союзника Это СУ-101 И сколько мы забрали танков? Раз, два, три Тут И раз, два, три, четыре Там Семь танков на один размен Конечно, не обошлось без того Что противники попадались просто Ракообразные И с руками из одного места Но Даже несмотря на это Мы неплохо затыщили А теперь, ребята Давайте посмотрим другой фрагмент Карта Ласвит, дорогие зрители В городе Наших союзников осталось очень мало Мы проигрываем этот бой Просто-напросто проигрываем Я разворачиваюсь Стою с вертухана Сзади подкатывается легкий танк АМХ там какой-то Какой-то Его забирают Это был 13-90 И тут стоит Т-34 И кто у нас там еще? Т-32 Вот Рядом подкатывается хумель Хочу обратить ваше внимание Именно на этого хумеля Я понимаю, что у меня тут только 5-4 и один Который не особо скилловый И мне надо тащить Поэтому я понимаю, что Мне возможно придется вытанковывать урон И мне возможно придется Как-то Выкатываться И инициативировать Драку Вот Я стою, жду, жду, стою Я жду каких-то активных действий От наших противников Вижу, что Т-32 Откатывается и пытается Обойти нас с тыла На него опять же выкатывается 5-4 и один Конечно Хватает дамаг и ничего не делает Но я вижу Хумеля Я вижу, что он готов Нанести какой-то урон Я выкатываюсь вперед Опять же Начинает выкатываться На меня Т-34 Даю ему дамаг И смотрите, что происходит Хумель пытается стрельнуть Не попадает И я просто прикрываю Своим телом хумеля Даю ему Время откадешиться Сзади там 5-4 и один Бодается С-32 Опять же Я продолжаю его таранить Продолжаю ему вытанковывать урон И вы видите Что все время Все время Я стреляю именно в каток Тараню Тараню Стреляю в каток Пытаюсь сбить Всячески гуслю Не дать Т-34 забрать хумеля Вы видите Что я его поставлю Тараню Опять же Вот только что Опять сбил каток И Еще дамаг Т-34 не попадает Стреляет здание И Отлично И это просто победа Это просто победа И мы только что Зарешали Опять же Что я только что сделал Только что Я подставился Чтобы сохранить Нашу артиллерию Почему Конечно В 90% случаев Артиллерия Это просто Чувак Который стоит На одном месте И стреляет Без полного сведения Но бывают случаи Что когда Это грамотный чувак Он приезжает в ПТ режим И он видит Что в городе Творится Полный трындец Полный абзац И он хочет помочь В таких случаях Надо выкатываться Жертвовать своими ХП И сохранять такого чувака Потому что Пусть он даже в этом случае В нашей ситуации Не попал Но в каком-то другом случае Он может попасть Дать ваншот В бочину Там фулгамаг Фугасом И зарешать бой Поэтому именно Я за него подставился И Как говорится Впрягся за него Вот такие вот пироги Ну вот ребята В принципе и все В сегодняшнем У меня Я уже переборщил с Роман Ну вот ребята В принципе и все В сегодняшнем небольшом вводе Я хотел вам показать Как нужно тащить На такой британской ПТ-САУ Как это 15 Или на похожих машинах И в каких случаях Стоит кооперироваться Со своими союзниками Чтобы помочь им И потом уже в итоге Одержать победу в бою Надеюсь вам это было интересно И надеюсь вы нашли это Для себя весьма полезным Если вам понравилось Жмите лайк Подписывайтесь на канал И увидимся уже завтра В новом видео С вами был Джофф Всего вам хорошего Приятных нагивов Скилловых вам союзников И Чао бамбинус Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok